доброго времени суток сегодня я хочу рассказать о одну вещь и которая приобрел некоторое время назад и это у нас сборная кровать brs дефис mc1 я купил на алиэкспрессе цена была около 60 евро ну да можно сказать это дорого но я подумал эта кровать будет лучше чем тот надувной коври который у меня есть либо пенка итак поговорим об этой кровати пришла она в картонной коробке в картонной коробке был вот это чехол и в которой было вот это все внутри я показываю это таким образом что было понятно как это все было сложено внутри вот этого мешка и так что у нас здесь есть продольные но назовем это не знаю опоры оси поперечные распорки собственно сама кровать и опоры начнем с кровати в описании написано было что этот материал до крон я немножко посмотрел по нему информацию поискал другие названия лавсан тирелен есть вот и в общем то мы видим что это лицевая сторона на которой собственно спать это обратная сторона видно она блестит это она тут я так понимаю прорезиненная в описании написано что покрыта нейлоном но такая вот на ощупь как прорезиненная ткань и я думаю что если будете ложить эту кровать на какую-то мокрую поверхность скажем на мокрую траву и я верю то что кровать не промокнет и и не даст промокнуть спальному мешку теперь вот речные распорки набор трубок разноцветных так вот они собираются обладают жесткостью гибкостью нужной теперь про трубки на них есть маркировочка 7075 это сплав алюминия в интернете написано что это сплаве у нас такие основные основные до части из которых состоит сплав это алюминий цинк магния и медь в общем то можно сказать это считается авиационный сплав алюминия и собственно продольные вот эти вот палки оси как хотите и видим здесь затычки на концах чтобы легче было вставлять в кровать и внутри праздета резинка я думаю тут особо ума не надо имеет до чтобы понять все собирается сделано очень просто и собственно опоры которые прикасаются с землей держит нашу кровать на высоте 10 метров от земли я наверное забыл сказать про размеры ты кровати сбора в состоянии не составляет 180 в длину 58 ширину и 10 высоту вот собственно эту высоту и дают вот эти вот опоры что еще можно сказать про эти опоры мы видно что у них такие вот крепления сделаны чтобы это все дело собиралась хоть хоть как ты чтобы держалась в мешке ну вот это про составные части теперь попробуем это все дело собрать и я буду снимать этот процесс как это будет происходить вот я расправил кровать и начнем убирать тут все просто вот тут начинается самое сложное собственно и нужно будет провдеть вдоль вот эти вот продольные продольные связи опоры и ну единственного что мне не понравилось да вот эти места они мне кажется будут со временем трепаться немножко видно что они просто это просто вырезы то есть не не обшито ничего не знаю но посмотрим ну вот они как бы вылезают каждый раз поэтому нужно их поправлять один одним рывком не получится это сделать как бы это не было удобным естественно вот собственно так это делается я сейчас ставлю две штуки и посмотрим что из этого получится и будем двигаться дальше вот я прав сделал две штуки видно что уже у кровати есть такая продольная жесткость и про сделай это я заметил то чего я так боялся да то что в одном месте как бы я собирал открывать один раз и в одном месте уже видно ткань начинает расходиться это заметил только сейчас но я не думаю что она разойдется по всей длине то есть это я думаю нужно ваше гигантской усилий чтобы это произошло но это просто такой неприятный момент так теперь что у нас поперечными связями как я уже показывал вот так вот это собирается дело и так что у нас поперечными связями вставляем одно сюда ч ч ч ч ч ч другое сюда вот и собственно собираем так дальше все остальные чтобы сэкономить время я просто делаю это сейчас вне записи чтобы было быстрее итак вот я это все дело собрал и тут есть один интересный момент когда первый раз собирал я вот вот ну примерно так же собрал и не понял почему у меня остались лишние вот эти вот палки да то есть 6 6 на 2 получает 12 штук только у нас вот этих вот опор и остаются лишние палки я сначала думал но естественно хотел написать гневное письмо типа в чем дело почему мне ну у меня не комплект то есть то что получил не хватает чего-то и потом я обратил внимание на коробке с кроватью был рисунок и собственно я ради интереса даже зашел на сайт алиэкспресс и посмотрел да действительно все правильно то есть они предлагают сделать две опоры две связи более прочными то есть вместо единичной но одной палки да они предлагают использовать скажем так две связи более упрочненные сделать более усиленные то есть делается это вот так и и прикол в том что именно вот там было нарисовано что они должны быть перекручены то есть вставляем с одной стороны держатель идет в одну сторону с другой другую и в общем то это все дело вот так вот переворачивается и мы видим что связи вот эти вот палки да они перекручены но я не знаю как бы конструктору конечно виднее зачем это делается единственное что мне в голову пришло это чтобы наверное более тяжелые участки тела и поэтому как бы идет больше усилия на эти палки поэтому и вставляется две и они перекручиваются чтобы не знаю чтобы может быть наверное сбалансировать нагрузку чтобы ну одна получается может больше изгибать чем другая поэтому когда они перекручены наверное получается что они обе в одинаковой степени распределяют эту нагрузку весовую в общем то ну получается так что две две опоры да мы делаем усиленными ну естественно переворачиваем все как положено так что то здесь неправильно то есть вот так вот это выглядит будет и сейчас я буду это все дело собирать посмотрим как это все выглядит ну вот собирается это так же как и я видел видео да где девушка азиатской внешности это все делает очень ловко у нее это получается собственно делается это так спираемся ногами в края с одной стороны так вам видно видно заправляем через отверстие да и здесь такое немножко силы понадобится чтобы оттянуть собственно ее наверх и зацепиться вот этим крючком вот этим вот вот сюда тянем наверх так стоп да и вставляем вот вот так вот это выглядит и вставляем я сейчас попробую показать что дело в том что в этой кровати идет 8 пар отверстий вот мы видим 3 2 еще 3 и а всего у нас только сколько 6 опор и мы вставляем собственно как хотим их как нам удобней но в моем понимании я так понимаю ставим точно первую и последнюю потом две в серединку то есть это вот именно вот эти вот две да и еще добавляем между ними наверное по одной либо да я думаю сюда еще по одной добавим я сейчас это сделаю и покажу как это выглядит все в сборе вот собственно это все дело собрал в моем понимании это выглядит вот так вот то есть зона где нужна большая поддержка мы вставляем двойные связи вот так вот они выглядят в перекрученном виде ну собственно грузоподъемность этой кровати заявлено как 100 килограмм вот так вот это все дело выглядит на мой взгляд неплохо достаточно высоко на землей неплохо и упруго сейчас я даже кину для такого случая сюда маленький спальник посмотрим как это выглядит ширину в длину вот собственно я положил наверх спальничек такой легкий чисто летний и мы видим что места вполне хватает в описании спальника сказано что он вот так вот 190 сантиметров и в общем то не надо насчет 190 ну кровать чуть больше ну я думаю этого вполне хватает я попробую в будущем эту систему все проверить может быть даже буду снимать мой выезд куда-нибудь использую эту кровать и посмотрим что она собственно как она работает и тогда уже скажу свою оценку ну так вот пока я это все дело не использую мне это все очень нравится несмотря на какие-то мелкие недочеты и в общем то пока я доволен ну а сейчас соберу это все дело в мешочек и ветер поднимается уже стаскивает спальник ну и покажу как это дело выглядит собранное все в пакетике ну вот кровать вот так вот выглядит собран в состоянии все упаковано внутри и очень похоже на то что заявлены 40 сантиметров в длину и 12 сантиметров в диаметре все это очень похоже пишите комментарии что вам может быть есть какие-то вопросы может быть вам понравилось это видео может быть нет и всегда можно это написать в комментариях и я по возможности отвечу на ваши вопросы и подписываемся если вам нравится такого рода видео и я думаю на этом будем закругляться всего хорошего до новых встреч до новых встреч